Сегодня в Чебоксарах открылась мемориальная доска на доме, где жил прославленный спортсмен, первый призер Олимпийских игр в Чувашии Арделеон Игнатьев. Бронзовая медаль игр в Мельбурне была завоевана им 60 лет назад. Открытие приурочили к проходящему в Чебоксарах чемпионату России по легкой атлетике. Арделеон Игнатьев – первый спортсмен из Чувашии, кому удалось испытать себя в Олимпийских баталиях. На играх 1956 года в Мельбурне Арделеон Васильевич ошеломил своим стремительным взлетом и спортсменов, и зрителей. Арделеон Игнатьев был чемпионом СССР 15 раз. Лишь в 1969 году рекорд страны, который он установил 14 годами ранее, был побит. Он до сих пор остается рекордсменом Чувашии в беге на 200 и 400 метров. Дал дорогу всем нашим спортсменам, я так думаю. И очень приятно, что сегодня у нас здесь собрались и юноши, и девушки молодой поколения. Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Барзаковский рассказал, что несколько лет назад был участником мемориала Игнатьева – соревнований, которые проводятся в память о прославленном спортсмене. Обязательно молодое поколение должно помнить таких героев, таких людей, которые, как здесь уже было сказано, увидели окно в Европе. На открытии мемориальной доски собрались и соратники спортсменов, кто когда-то выступал вместе с Арделеоном Игнатьевым. А вот мне однажды пришлось вместе с Арделеоном стартовать в одной из топливных сборной команды Чувашьей республики на московском стадионе «Динамо» на чемпионате России в эстафете 4 по 400 метров. Бежали. Я еще юный бегун Роксин Бекчурин, Роксин Камалегинов и на последнем этапе знаменитый Ардальон. Весь стадион аплодировал. Все были в восторге от того, что приняв эстафетную палочку пятым, он финишировал первым. Ардальон Игнатьев был и талантливым тренером. Многие спортсмены, кто когда-то тренировался у него, сами сейчас воспитывают новое поколение легкоатлетов, которые, возможно, также будут покорять Олимпийский пьедестал. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.